Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Портреты», автор и ведущий поэт Евгений Раевский. И сегодня у меня в гостях моя любимая, несравненная, обладательница трижды звания мисс Романс, петербургская певица, лауреат всесоюзных конкурсов, всероссийских конкурсов, международных конкурсов Наталья Сорокина. Привет, Наташа! Здравствуйте! Мы что-то давно с тобой не виделись в этой студии. Ну вот, спасибо, что пригласил. Ну скажи, вот, дорогая, вот смотрю я на твою вот эту вот самую афишу, да, и называется твоя программа «Исповедь хулиганки». Ты меня тут в студии-то не побьешь, случайно? Что значит? Кем угодно ты была, то ты белая цыганка, и вертинские в юбке, и там, как там... Две розы. Две розы, и... Зачем вам кольт мадам, да, это все наши, кстати, программы, которые мы с тобой... Участвовал я в этих программах, и был, в общем-то, тоже и артистом с тобой вместе. Ну вот, хулиганка, ты понимаешь, что-то вот я не вижу с хулиганкой, это вот я не знаю. Объясни, пожалуйста, что это такое? Жень, ну тебе как поэту известно произведение великого Есенина, кстати, медаль, которую я... Это перекличка. А, это перекличка. Разговор с поэтом. Значит, был великий хулиган Сергей Есенин, и есть теперь великая хулиганка. Вот, кстати, это что за журнал-то у нас? Ваш досуг, и здесь у нас анонс тоже. Исповедь хулиганки. И Наталья Сорокина. Вот в этом престижном, я смотрю, журнале, такой цветной журнал, очень красивый. Ну, хорошо, ладно, ну давай так. И чем ты там нас порадуешь? Каким хулиганством? Ну, у каждого свое понятие о хулиганстве. У меня хулиганство будет с элементами покаяния. С элементами покаяния. Потому что, ну, как говорил Сергей Есенин, моя биография будет очень краткая, а все остальное ищите в моих стихах. Вот точно так же я скажу, что все остальное в моих песнях и в стихах. Хочу только приоткрыть завесу небольшую. Я арендовала очень-очень дорогой агрегат, который будет действовать на этом концерте. Называется этот агрегат «Машина времени». Вот, кому интересно, как она работает, приходите, пожалуйста. Не, ну, главное, чтобы никто не бил там, а то, знаешь, вот там, как это, робот-полицейский такой ходит, там всех бьет. Нет, не такой агрегат. Нет, 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 агрегат очень мирный. Ну, не заставляй меня раскрывать секреты, а то я сейчас поддамся твоему поэтическому гипнозу и опять выдам раньше времени. Ну, вот, опять гипноз, опять гипноз. Ну, ладно, хорошо, поэтический гипноз. И вот ты недавно выступила у нас на секции поэзии в музее квартиры Римского-Корсакова. И, по-моему, ты была лучше всех. Ну, не знаю, конечно, я люблю и Диану Радос. Но, не знаю, как-то ты как-то под конец прочитала. Я, собственно, как знаток поэзии могу тебе сказать, что ты читала блистательно. И с тех пор, как ты вступила в Российский Межрегиональный Совет Писателей, стала академиком нашей академии, это очень выросло. А ты не хочешь сейчас, дорогим телезрителям, что-нибудь прочитать, может, свое, прежде чем мы вернемся к твоим музыкальным делам? Хорошо, Жень, но вот ты не будешь обижаться, да, если сегодня в нашей передаче я приоритет отдам артистам, а не поэтам? Нет, не буду обижаться. Потому что поэты оставляют книги, что не сгорят и на красстрах. Да. Актер за прожитые миги рискует превратиться в прах, слепив из крови и из плоти чужой судьбы он крест несет. Актер, твой труд так мимолетен. Пускай любовь тебя спасет. Ну, блистательно. Вот и я свою любовь на этом концерте отдаю артистам, потому что это моя тема. Ты же знаешь, что я заведующий труппой теперь в театре, родом из блокады. И тоже теперь уже газеты пишут, артист в театре, родом из блокады, Евгений Раевский. Так что ничего тут такого нету, значит. И ты теперь поешь в этом театре. Приглашать? Да. Я готова. Вот уже бабушки, дедушки мне звонят. А где ваша подруга? Я говорю, почему подруга-то? Она сама по себе приходит, договаривается с Макаром, а потом, да нет, вы обычно где-то все время вместе. Если появилась Сорокина, Раевский где-то уже там подразумевает. Вот и приходите на исповедь хулиганки 6 ноября. Да придут на исповедь хулиганки? Куда? Как можно вообще не прийти на твою исповедь? Ну, не знаю насчет... Ну, начнем с того, что это очень интересно. Нет, это очень интересно. И все-таки Сорокина хулиганка, ну, я не знаю. Вот у нас вроде бы уже готов сейчас видеоклип. Может быть, начнем с того, вернее, продолжим тем, что покажем что-то, какой-то видеоматериал твой, да? Ну, да, осенний клип на... Музыка Михаила Куприянова, слова Андрея Бонди, кстати, тоже член нашего... Да, Андрей Бонди, кстати, академик нашей академии, русскословец на связи с искусством, член Российского межрегионального союза писателей. И я думаю, да, все, наступил тот самый момент, когда надо показать вот видеоматериал. Будьте любезны, дайте нам его, пожалуйста. Да. Пока еще не вся листва облетела. Золотая осенняя прядь Листопадом не тронута, но ты опять не нашел, что сказать, что со мной для тебя все равно. Провожает меня теплый дождь, он утешит, сумеет едва. Ты такую, как я, не найдешь, что расстались мне чуточку жаль. Жизнь моя, словно книга стихов, много в ней не списала страниц. Я свободна опять от таков От чужих и надоедливых лиц. Это так, но ищу я тебя По курсиву неизданных строк. Ты приедешь и скажешь любя, Я вернусь в назначенный срок. Я листаю прошедшие дни В лабиринтах заброшенных сон Все, что было, от Бога верни Остальное забуду, как сон Первый снег вяжет, будто в атак Целому нырием землю укрыв Моя совесть сегодня чиста Словно метро осенний порыв Жизнь моя, словно книга стихов, Много в ней не списала страниц. Я свободна опять от таков От чужих и надоедливых лиц. Это так, но ищу я тебя По курсиву неизданных строк. Ты вернешься и скажешь любя, Я приехал в назначенный срок. Взгляд блуждает по окнам витрин, Череда манекенов в пути, Ты на свете мне нужен один, Как тебя мне вернуть и спасти? Ты, жизнь моя, словно книга стихов, Много в ней не списала страниц. Я свободна опять от таков От чужих и надоедливых лиц. Это так, но ищу я тебя По курсиву неизданных строк. Ты приедешь и скажешь любя, Я вернулся в назначенный срок. Ну вот такие дела, вот такой клип у нас сегодня в гостях. Неотразимая, несравненная, прекрасная. Трижды обладательница звания Мисс Романс Наталья Сорокина. Наташа, ну вот это произведение будет звучать на концерте? Нет. Как нет? Ах, ну не хулиганская, значит так. Только хулиганские произведения. В общем, понимаешь? Ну хоть немножко расскажем телезрителям. Ну я обещала, что будут сюрпризы, Ну хорошо, немножечко я прячу. Ну немножко-то так, надо задреговать. Ты же актриса, давай, давай. В афише написано, Все абсолютно новое и хорошо забытое старое. Просто новое? Не, ну так нельзя, все-таки мы дорогие. Мне многие зрители спрашивают, Какова судьба романса? Есть ли современные произведения? И вот у меня был такой проект, Он назывался «Романс-ответ», И он сейчас еще не закончен, Потому что первый диск вышел, Это романс XX века, А сейчас собирается коллекция Романс XXI век, Новый русский романс. То есть, грубо говоря, В первом диске есть произведение, На которое во втором диске есть ответ. И вот на концерте вы как раз услышите Многие ответы. То есть, вот есть аналог «Пара гнедых», И есть аналог в новом концерте. Да, современный романс, Как бы с такой же болевой струной, да? То есть, судьба, понимаете, да? «Пара гнедых», женщины, которые... Со мной уже переходишь на «вы», да? К концу передачи опять, да? Мы опять будем звать друг друга Вашим сервисам, да? Женя, нет, я с тобой на «ты» никогда... То есть, мы уже друзья. Я к зрителям в данный момент Через тебя обращаюсь, да? Понятно, понятно. Они-то поняли? Поняли, конечно. Ты меня не путай, я сама собьюсь. Так вот, вот такие романсы ответа Вы найдете. Но поскольку все-таки программа В основном посвящена актерскому братству, Я даже начну ее с того, Что объявлю учреждение партии Актерского братства С эстрадным уклоном. На котором основная тема, Сверхзадача по Станиславскому Это болевая струна за артистов. За тех артистов, которые были в моей судьбе. И фактически им посвящена моя программа. Кто-то придет в гости, Такие, как Юра Хачинский, Такие, как Фред Тальковский. Это герои мои, кстати, передачи. А ком-то, кто уже ушел, к сожалению, Таким, как Виталий Каратаев, Как Михаил Аптекман, Будет посвящен кусочек концерта, Где я буду вспоминать их имена И их участие в моей судьбе как артистки. Поэтому я и началась... Ну, я хочу просто сказать, Телезрителям будет, в частности, Заслуженный артист России Виталий Псарев, Который, кстати, был гостем Моей программы. Моей программы будет Юрия Хачинский, Наш бархатный город Санкт-Петербурга. Будет Альфред Тальковский, Я считаю, это романтик последней Петербургской песни. Будет Ваня Беседин, Будет Петр Захаров, Анна Вавилова. Анна, по-моему, ее зовут. Да, да, Анна Вавилова. Ну, это единственное, по-моему... Анна Бедных. В общем, оставшиеся от исповеди подруги... Ну, они будут как петели, Только поздравлять. Что они там будут делать? Евгений Павлович. Ну, понятно, Евгений Павлович. Ладно, что-то я не то говорю, И, наверное, наступил момент Нам показать новые... Ты же знаешь, я тебе не могу отказать, А ты задаешь запрещенные вопросы. Хорошо, хорошо. Давай поговорим о проекте, который будет... Нет, мы сейчас с тобой поговорим После клипа. Давай все-таки покажем телезрителям... Это не клип, Это сейчас выдержки из нового спектакля Под названием Вертинские в юбке. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот это раритетные романсы, Которые я исполняю Со своим прекрасным пианистом. У меня новый партнер на сцене Александр Платонов. Я очень горжусь, что я его нашла. У нас с ним взаимопонимание великолепное, И он продолжает дело Михаила Аптекмана. Ну, чудесно. Будьте любезны, Дайте нам виде материал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Надаша, вот если говорить о твоих Партнерах Или можно сказать даже о наших Партнерах Вот сейчас на данный момент Те музыканты, которые с тобой работают Они удовлетворяют Твое песенное творчество Они умеют сопровождать тебя так Как ты сопровождал в свое время Межиппеткман Жень, ну я всегда нахожусь в поиске Понимаешь, мне же всегда хочется чего-то нового. Я и табор свой обновляю. У меня же еще одно прозвище, Белая Цыганка. Вот сейчас в моем маленьком таборе находится пианист Александр Платонов. Как бы там другие не пытались это за собой закрепить, как-то все-таки это с тобой ассоциируется более, чем с другими. И да, действительно, могу сказать, что у нас Наталья Сорокина действительно так вот в народе ходит именно вот такой вот байка, что она действительно Белая Цыганка, Наталья Сорокина. Да, это неписанное звание, непризнанное звание, но которого в народе прекрасных исполнителей цыганских романцев называли. И вот Наталья Сорокина у нас такая. Так вот, табор иногда обновляется для того, чтобы новую эмоцию, новую жизнь вдохнуть. У меня появился прекрасный скрипач, ну, кстати, его многие знают, просто он со мной недавно, Владимир Бессонов, прекрасный гитарист Александр Вула. Ну, и друзья придут, конечно, я не буду говорить, кто. Вообще, объявлено, что... Да не будем говорить, кто. Жень, объявлено, я даже себя не объявляю, что я приду. что на концерт придут лучшие мужчины. Вот кто не пришел, того будут проблемы. Значит, он себя не считает лучшим. Просто страшно прямо, надо приходить. Надо приходить, приходить. А кто может быть лучшим? Ты рискуешь. Что-то я не понял. Ты даже помню, сама говорила, что я самый лучший мужчина в твоей жизни. Потому что... Среди поэтов, Женя. Да, ну да, конечно, среди поэтов. А еще есть музыканты, актеры, режиссеры. Ой, как много. Ну, и как много. Ну, ладно, хорошо. Все-таки мы к мужчинам другим вернемся. Ну, а сейчас все-таки мы еще поговорим о двух мужчинах, которые были в твоей жизни. Это, конечно, Георгий Свиридов. Я считаю, это последний русский композитор. Ну, и последний, наверное, русский поэт, могу сказать так. Серебряного века. Да, Серебряного века. Это Евгений Раевский. И вот мы отважились, отважились вместе с Свиридовым, могу так сказать, для Натальи Сорокиной написать вот такой роман. Кстати, как раз это было для спектакля «Две розы». Ну, может быть, я немножко вот так вот переговариваю и, может быть, немножко даже прихвастнул в данном аспекте. Но я считаю, что Наталья Сорокина действительно лучшая исполнительница вот этого самого произведения. вот этого великого произведения. И в свое время, когда, может быть, ты помнишь, Наталья Московченко задала мне вопрос на радио, а вы не испугались написать текст к этому самому романцу? Я хочу сказать, что просто в эфире нет, не испугался, очень горжусь. Я считаю, что вот мои слова соответствуют этой музыке. Я думаю, сейчас наступил момент нам все-таки эту работу показать. Да, выдержки из спектакля «Две розы», музыка Свиридова, слова Евгения Раеско. Да, будьте любезны, дайте нам видео. Кадры из фильма. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Какой он должен занимать? Алексей Ахматов Это петербургский поэт Он петербургский поэт возглавляет клуб молодых литераторов и издает как это у него называется Молодой Петербург Молодой Петербург Они хотели Петербург но переименовали в Санкт-Петербург дадут Потом Овсянников такой есть прозаик ему дают большую книгу делать и большие деньги Ну, он о сосноре, о Викторе, напишет большие какие-то слова, и поэтому вот дают. Всем остальным там, конечно, копейки. Это где-то получается в пределах там 300-400 тысяч. Ну, это очень, конечно, маленькие деньги. Я смотрю, просто говорить-то не о чем. Ну, бог с ними, дело не в этом. Мы работаем, мы стараемся, и нам помогает и федеральный бюджет, и местный бюджет. Это вот я сегодня доложил депутату нашему, который наш поддерживает. Ну, я хочу сказать вот дорогим телезрителям, тебя немножко перебью. Я ведь сам неоднократно обращался к тебе, и ты мне делал первые буклеты, первые мои пособия. Я действительно... Вообще буклет такой, писательский буклет. Ты, по-моему, первый изобретатель, когда можно вложить небольшую сумму и сделать какой-то достойный такой проспект. Ну, я смотрю, прямо не терпится. Тебе хочется почитать стихи, дорогие друзья. Конечно, мы немножко так будем говорить сегодня об агрессионных делах, которые происходят в вашем издательстве и вообще... Борис Александрович, фу, ты... Евгений Павлович. Совсем я уже. Ну, давай Женя просто. Женя, конечно. И, дорогие слушатели, я прочитаю по два стихотворения, чтобы вы посмотрели и послушали. Дело в том, что я просмотрел свои первые книги, которые я писал где-то 30 лет назад и издал тогда же, в 70-е годы, первые две книжки. И смотрю, вроде стихи похожи на те, которые я пишу сейчас. Как же так? Ну, лучше показать, что там рассказывать. Давай, читай стихи, и мы с удовольствием послушаем твои стихи. Ну, одно стихотворение, это касается, вот, начала блокады, ленинградская вагона вожатая. Все, кто питерцы, а мы вот питерцы коренеем, все знают. Зажегся сигнал отправления, в вагоне толпится народ, как тягостно в эти мгновения трамвай тебе двинуть вперед. И снова блокадный трамвайчик ты станешь в пути вспоминать, где тот необстрелянный мальчик свидание назначит опять. Три кубика в синих петлицах и глянец хрустящих ремней стираются в памяти лица ушедших на биту у парней, но фразы признаний неловких пророческий смысл обретут. Мы встретимся, я к остановке, 9 мая приду, победным салютом рассвечен давно завоеванный май. И к месту несбыточной встречи ты снова торопишь трамвай и снова считаешь минуты с тоской на усталом лице в кольце городского маршрута, в своем обручальном кольце. Брестательно. И второе стихотворение... Очень сильный поэтический образ. Вот тоже где-то касающийся... Цепная реакция школьных страстей любому столетию так же опасна, как взрыв Хиросимы, как ломка костей. И знать снисхождение, поверь мне, напрасно. Сравнить ли победный отрезок пути с внезапной удачей, лишенной причины, и стук вертолета в зубах пронести туда, где в окопах сидеют мужчины. Начитанный школьник от страха притих, мол, физик не ставит оценку в журнале, но мудрая бабка кропает свой стих и крутит на лестнице сальто-мортале. Повинные головы ветер сечет трехстопной страфой, измеряя пространство. И если не брать теоремы в расчет, то полдень не верит в твое постоянство. Весталки придут на московский вокзал, и плачу на взрыв, не достанут билеты. А нам собиратель монет предсказал отправку в бессмертие с третьей планеты. И солнечный путь, усеченный на треть, под утро нам ждет виртуальные письма. И поезд, сумевший войну одолеть, да мчит нас до станции, где родились мы. — Ну, потрясающие стихи. Могу сказать, всегда относился к твоему творчеству очень хорошо. Но такой вопрос к Вале. Вот обычно, что говорят? Ну вот, не выходи замуж за поэта. Это народ несерьезный, это народ, который считает себя в основном людьми, которым должны что-то дать. Вот они только будут что-то творить, а их должны поить, кормить, обывать и одевать. Вот у нас, по крайней мере, сложилось такое впечатление в советское время. У нас ходила масса таких вот нечесанных поэтов, таких вот полупьяненьких говорили. Да, меня вот не заметили, мне государство должно что-то давать. Семью кормить не буду, если есть дети, не буду. И, собственно, Пушкин, он дал такой пример. У него было четверо детей, он их никогда не поил, не кормил, жене изменял. Ну, как говорится в этом плане, он же был человек несерьезный. А у тебя вот супруг такой вот интересный, такой серьезный, такой фундаментальный человек. Это, наверное, твоя заслуга, вот расскажи об этом, пожалуйста, как ваша собладательность таким. Вот он, смотри, как преображается, когда читает стихи. А в основном они ей посвящены. Нет, ну, наверное, поэтому. Ну, хорошо, стихи-то посвящать можно, но еще и жить на что-то нужно. Я думаю, что и знаю, что у вас все-таки в семье достаток вроде бы так живете, вы более-менее хорошо, по крайней мере. На уровне. На уровне, да. И все-таки вот этот такой, ну, как сложено, несерьезный человек все-таки вот создал такую серьезную семью. И вот сколько вы лет вместе? Сорок почти, по-моему. Сорок лет вместе. Ты супруга поэта, жена поэта и сорок лет вместе. Это просто, я не знаю. Вот мы когда... Что-то со мной так, жены не жили так подолгу вообще, честно говоря. Я, Павел, не могу знать. Не могу знать. Но это не важно, сегодня речь не обо мне, речь еще-таки о вас. И Валя, пусть нам расскажет об этом. Рассказать мне это, Женя. Это моя маленькая хитрость. Просто я умею управлять мужчиной. Ну, хорошо. Ну, все-таки давай как-то поделимся телезрителем хоть какую-то хитрость. Ну, во-первых, мне всегда больше нравились творческие люди. Я предпочитала свое творчество. И больше нравится творчество, когда человек занимается. Мне очень интересно. Потому что я сама приобщаюсь к этому творчеству, меня это устраивает. Ну, я хочу сказать, Валечка, вот только, наверное, последнее время, так, с годами, мои звонки стали немножко раньше. А так обычно так. Я пол первого в час звонил. Андрюша, привет, как дела? И ты тоже всегда никогда не ворчала, передавала ему трубку, или сама была осведомлена прекрасно. Это ведь тяжело. Есть мудрость, очень хорошая, житейская мудрость. Что не делает муж, то и хорошо. Неважно, чем он занимается. Ведь сложно жить не только с поэтом. С любым человеком творчество сложно жить. Да, и вообще, все-таки, наверное, мужчины и женщины с разных планет, да? Ну, они разные. Если женщина не хочет и не понимает мужчину, то и не надо с ним жить. И не надо с ним жить, да? Надо, конечно, жить. Ну, ладно, тем не менее, вот 40 лет, а уже был у вас юбилей, или будет еще юбилей у вас? Мы хотим до 50. До 50? Ну что ж, это будет здорово. До 50, до 70? Не, ну, это сложно. Ну, постараемся, постараемся. Мы будем помогать, чтобы вы были вместе. Спасибо, Женя. Ну, ладно, хорошо. Я смотрю, тебе, конечно, не терпится. Давай еще почитай нам стихи. Ну, не то, что не терпится. Я хочу людям как-то вот... Пожалуйста, пожалуйста. Не всегда удается. У нас, напоминаю, в гостях прекрасный петербургский поэт, русский поэт Андрей Романов и его супруга Валентина Рыбакова. Пожалуйста, Андрей. Спасибо, Евгений. Подслушанный диалог. Я в полночь внезапно проснулся от слов за фанерной стеной. Любимый, ты снова вернулся? Вернулся, чтоб ехать с тобой. Ой, тише, разбудим соседей. Им завтрак восьми на завод. Вставай, собирайся, поедем. Тачанка нас ждет у ворот. Махнем в Туркестан или в Нальчик. Рванем на разгром Колчака. Любимый, ты все еще мальчик с бессрочным мандатом ЧК. Опомнись, вдоль у лес хранящих наш общий с тобой рассвет шагает походкой звенящий достойный бессмертия век. О, сколько трагической силы в него мы вложили с тобой, что нам на себя не хватило ни солнца, ни жизни самой. И второе стихотворение из такого. И школьной парты, горестно склонясь и воскресив победу птичьей трелью, поймем, что возвратился Игорь, князь. Сошел с коня он там, где строек нету, вне Катерин, Парижа и Торонто и приказал проезжему корнету к утру возглавить канонерский фронт. Торфяник страшен пламенной, судьбиной, однако нам лишь свадьба предстоит, а и мы пройдем вдоль крыши голубиной, туда, где солнце сядет на гранит, где там, на этой стрелке благородной, нет места струблевым подлецам, где нам приснится праздник всенародный, сто лет назад подаренный отцам. Ну, давай так, я буду слушать стихи, а комментарии буду спрашивать Валю. Валя, а вот не наступал такой момент, ну, надоело ты мне с этими стихами, не было такого момента? Нет, все-таки всегда так щепетильно, скрупулезно и с любовью ты относилась к творчеству Андрея. Всегда, с первых дней, с первых дней, ведь когда первую книгу он писал, я помню, мы же с ним, 72-го года, в 72-го года, в 76-м книгу первая вышла. Так он, в общем, сидел, я его не видела, видела только спину, вот он сидел за столом, очень много часов работал, делали книгу, это особенно готовили ее, и когда Молева там все перечеркивала, выбрасывала, сейчас ведь это было очень сложно выпустить первую книгу. Да я знаю, в 70-е, я и не мечтал об этом. Ну, как вмешиваться, если это, ну, это его жизнь, это он творческий человек, зачем я должна вмешиваться в это, я могла только ему помочь, и все, я и помогла ему, и первую, и вторую, и третью, и пятую. Нет, ну, вторую тоже, там же суть в чем была, что вторая книга делается сам, ты приносишь уже готовый текст, они говорят, да, книга состоялась. А кто был первый вот издатель, в 76-м году, ты говоришь, походила в первую? Ленезда, Молева, Молева, Светлана Покорина. Она редактор, муж ее покоит, живой, живет недалеко от нас, я с ним недавно разговаривал. Ну, вот, а вторая... А вот интересно, ну, вот советское время, и какой был тогда тираж твоей книжки? 10 тысяч. 10 тысяч? Да. Вот, какие были тиражи? Я только два слова скажу читателям и слушателям, о чем, что книга вышла тиражом 10 тысяч, а я ездил, мы с тобой на почтовых вагонах, я тогда в Киев ездил, Киев-Архангельск линия, и приезжал раз в месяц в магазин книжный, гигантский, на этой центральной Киевской площади, и смотрю, книги отдельно лежат, и мои, и там Максимовы, и кого-то еще, и Макарова, питерские книги, и они уходили вот так. Я приезжаю, половина, я приезжаю, нет, разбирали. Ну, а хорошо, ну, вот такой вопрос. Да. Ну, сейчас современное время, и вот как-то несколько, вот, как вы считаете, охладели к поэзии, или все-таки нет? Вот, я не знаю, вот у нас недавно выступал Александр Дольский, он у нас был, мы открыли сезон, выступал Александр Дольский, был полностью битком зал, все-таки, сколько приходит народа и слушают настоящую поэзию. А какое ваше вот мнение, все-таки охладил народ, или все-таки тянется? Нет, сейчас, по-моему, потянулся народ к поэзии. Вот у меня такое ощущение просто внутреннее. Какое-то время, да, вот в 90-е годы там на все было наплевать, а сейчас нет, идет возрождение. И появляется интерес и к поэзии, и к хорошей литературе. Вот насчет загадки русской литературы, вот, да? Да-да-да, вот об этой книге, кстати, хотел бы, чтобы рассказали подробно. Пару слов. Вот, ну, он потом расскажет, какая-то делалась. А вот прочитал человек, и самое интересное, что он сказал, что я вынужден был прочитать поднятую целину. Снова? Снова. То есть то, что мы сдавали на экзаменах обычно в школе? Никто ее не читал. Не, ну, я читал. Читал, у меня, помню, было сочинение по поднятой целине. Ну, вот именно после загадок, Женя, человек прочитал поднятую целину. Вот иду. Вот видишь, какое вообще прекрасное... Вот что значит хорошо написана книга. Да, какие вообще прекрасные события в связи с тем, что издана твоя книга. А где можно ее приобрести-то? Можно еще приобрести? Да, дело вот в чем. Книжная лавка, я всегда сдавал книги за их счет, чтобы им туда шли деньги. Вот. Мне не нужны. Ну, я хочу сказать, что у нас настолько патриотически, извините, я скажу телезрителям поэта Андрея Романова, что он просто отдает свои книги и реализацию отдавал лавке писателей, деньги за реализацию. А что, кстати, происходит с лавкой писателей? Я слышал, что там будет ресторан, что они какие-то... Ну, там сложности. Я был последний раз недавно. Они вот у меня, я знаю, разбирают газеты. Там читатели берут. Вот. И, значит, я подошел, уже уволился. Гаврилович там был такой имя, учитывая. Вот. Он уже уволился. И они... Приходила к ним комиссия. И говорят, у вас огромное помещение, а книг нет. Вот они мне что-то сказали. То, что я когда-то предыдущий говорил, что надо все время проводить мероприятия, не стали делать. Мы же работали... Ну, как-то сейчас какой-то спад. Какой-то был период, когда там была вот эта вот Болбакова, да? Какой-то период был, там были прекрасные вечера, выступали поэты, артисты. И опять куда-то делать это все. С авторами нужно работать. Надо работать. Надо рекомендовать. И уметь это еще делать. И уметь это делать. Вот в чем там. Потому что многие, которые показывают вот тех, кто... И у вас бывает. Я же слежу за вашим телевидением. Прекрасное телевидение. И иногда приходят такие подозрительные поэты. И молодые, главное. Молодые не понимают вот сути вот этой. Что нужно учиться писать. Да, к сожалению... Ну, как рисовать, учиться. Да, для того и есть, кстати, союзы писателей. Ну, литобеденение, конечно. И литобеденение при них, чтобы ходить и набираться ума-разума у действительного профессионала. А у нас есть сейчас такие люди, которые думают, что имеют деньги, они издали свою книжку, а дальше они ходят такие распальцовыми, что просто страшно. Еще есть такая сейчас интересная вещь. Я помню, ты об этом писал. Что вот якобы там это у меня божественные стихи, православные стихи. Мне так Господь подсказывает. У тебя, помню, была прекрасная фраза о том, что Господу не нужны плохие стихи. Им абсолютно не нужны. Да, и не надо оправдывать, что там Господь так подсказывает. И, кстати, кстати, ведь поэтическое творчество, оно не благословлялось церковью никогда. Хоть и были поэты Господними премьерниками всегда, но никогда поэтическое дело, поэтическое творчество, оно не благословлялось. Ну, что делать? Вот. Наша передача вот неумолимо идет к концу, идет к концу. И я думаю, что тебе надо снова почитать стихи, пожалуйста. Да, я еще, пусть люди только позвонят, когда они скажут. Нет, ты читай стихи. Да, какие? Дело в том, что когда читают стихи, видимо, люди, это не касается тебя. Думаю, люди слушают с удовольствием стихи, и вопросов у них нет. Ну, давайте, а то время идет. Успех не повторится, пока гремит гроза. Так что ж душе творится? Раскрой свои глаза. Спасать твое наследство, примчиться адвокат. Но где сыскать мне средство на взятки и откат? Мой труд того не стоит. Знай, твой в стихах роман. Украсть присел за столик, мечтает графоман. Шампань, что с ним воскресло, не пей в конце концов. Пусть он плюет из кресла на творчество отцов. Пусть он под стать мормышки в горячке роковой. Играет в кошки-мышки с талантливой строкой. Чтоб все, кто Богом призван поэзию спасти, Смогли во сне капризном признании отпрести. Ну, это почти вот ответ на твой вопрос, Господа. Ну, давай еще, мы успеем, пожалуйста. Вот это я прямо говорю. Это последнее стихотворение, написанное 13-го числа. В галактической бездне экрана, Что бесплатно не даст на пропой. Мальчик-спальчик сыграл великана, Не надеясь на встречу с тобой. Но прикованный страстью к животным И любовью к чужим телесам Он пройдет маслянистым обводным И с фонтанкой расплатится сам. Мастер спорта В толкучке вокзальной Мастерит физкультурный помост, Чтоб и мальчик в борьбе персональной Наступил бы к комете на хвост, Чтоб с тобой, не прощаясь надолго, И вручив тебе спелый алмаз, Он смекнул, что фолтанка не Волга, А прощальная песня про нас. Снаряжай корабельные мощи С силовыми снарядами впрок, Пусть над стрельную ветер не ропшит, Что гранитных невест не сберег, И подснежник в лесу Маргаритки Пусть хохочет, пока пилигрим, Мальчик-спальчик играет на скрипке, Ослепленный бессмертием своим. Ну, блистательно. У нас телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Пожалуйста, мы с удовольствием вам отвечим. Пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Да, да, здравствуйте вам. Да, да, говорите. Уважаемый Любовь Павлович, Поздравить вас с днем рождения, прежде всего. Ой, спасибо, спасибо большое. Поблагодарить вас за прекрасную передачу, За весь этот цикл. Спасибо большое, спасибо. Пожелать вам здоровья. Слушаю вас, слушаю вас. Слово хороших стихов. Спасибо, дорогой, спасибо. Я так это понял, это у нас... И самое главное, вашим гостям тоже удачи. Спасибо. В их деятельности. Спасибо. Ну, я догадываюсь, по-моему, это заслуженный деятель искусств, руководитель театра родом из блокады, Макар Алпатов. Спасибо, дорогой Макар, спасибо. Ну, и вот наша передача подходит к концу. Буквально осталось полторы минуты. Варечка, что бы ты хотела пожелать дорогим телезрителям? Дорогим телезрителям? Да. Ну, желаю я... Тот занимается творчеством, творческих успехов. Женщинам, терпения, любви к мужчинам. Ну, и здоровья. Здоровья. Ну, и теперь твое слово. Ты не перебивай супругу-то. Я не перебиваю. Вот, пожалуйста, теперь ты, что бы хотел пожелать телезрителям? Ой, я телезрителям желаю всего самого наилучшего. Чтоб у всех были квартиры у нас в Петербурге. Свои. Чтобы книги наши читались. Или хотели читать, по крайней мере. Как вот здесь детские книжки. Зайцева, Саша. И вот твоя вот книжка лежит. Ну, я, кстати, вот пользуюсь вот случаем. Тебе даю... Это первая книга моей прозы. Твоя красивая, да. Первая книга прозы. Я вот тебе ее даю. Спасибо, дорогой. Спасибо. Так что, самого лучшего всего. Дорогие друзья, ну вот немножко мы скомкали конец. Ничего страшного. Да, ничего страшного. Но, тем не менее, сегодня у нас была в гостях публицист, литературовед, литературный критик Валентина Рыбакова и русский петербургский поэт Андрей Романов. С вами была программа «Портреты». Автор и ведущий, поэт Евгений Раевский. До встречи через неделю. В субботу в 18 часов. А кто желает меня поздравить, 26 сентября. Национальная библиотека. Дом Крылова. В 18 часов. Пожалуйста, дорогие друзья. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Портреты». Автор и ведущий, поэт Евгений Раевский. И сегодня, по многочисленным просьбам, я сегодня пригласил замечательного поэта, члена Союза писателей СССР, России, Российского межрегионального союза писателей, академика Академии русскословесности и изящных искусств Василия Ивановича Денисюка. Ну, я буду обращаться к нему просто, Василий, потому что мы очень давно знакомы, и мне очень нравится. И первые шаги, Женя, я делаю по твоим руководцам. Я хочу поздравить вот в эфире... И добрый вечер тех, кто нас смотрит там, и всем хорошего здоровья. Хочу просто поздравить в эфире вышла книжка, которая называется «Репортаж с моей дороги жизни». И вот я сейчас написал статью об этой книге, и она будет в журнале «Золотое слово». Ну, и также будет подборка стихов вот из этой самой книги. Но, значит, я... Жень, ты читал, по-моему, да? Вот я же тебе подарил эту книгу, ты читал, да? Да, конечно, конечно. Не удивляет тебя острота моих статей таких? Или ты знаешь, наверное, мою натуру? Ну, суд в том, что я знаю твою натуру, и ты сказал однажды, сейчас не то время, когда писать нужно только о березках, о любви, нужно писать и острые социальные стихи, которые, ну, влияют, в общем-то, на людей. Великий национальный русский поэт Сергей Александрович Есенин сказал, что человек без стихов, это как природа без цветов, правильно? Вот. И поэзия, это высшая литературная культура, и без поэзии, я считаю, человек жить не может. И рано или поздно опять наступит тот самый момент, когда мы вернемся к тому же. Тем более, когда сегодня утрачена вот идеология государства, потому что при капитализме той идеологии, которая была в Советском Союзе, нету, правильно? Нет. Сегодня каждый думает о себе и только лишь о себе. Поэтому стихами можно донести очень много. Ну вот, Вася, хорошо. Мы еще почитаем стихи, но я хочу как-то задать тебе вопрос. Вот культурная стоиция, да? Это альманах, где с тобой интервью. И там ты говоришь не только о стихах. Я только пролистнул, а можно вот спросить у тебя, о чем там идет речь? Во всех моих статьях, во всех моих статьях, речь идет о положении дел в нашем государстве сегодня, о том, что нет единства. Ну вот, Вася, вот ты поэт, да? И вот так все время тебя волнует, волнует этот вопрос о положении дел в государстве. Ну а какие сейчас вот дела в государстве? Скажи, вот как опытный человек. Ну, во-первых, опытный человек, у меня жизненный путь, наверное, не маленький. 13 ноября, мне будет 65. Мы где-то ровесники. Ну, я немножко постарше, так все-таки ты меня должен слушать. Да, обязательно. Значит, что сегодня меня беспокоит в государстве, да? С тех пор, вот с тех пор, когда Горбачев начал, помните, и углубил, а Ельцин, забравшись на танк, прокричал демократию вперед, да? Я за демократию, кстати. С тех пор стало жить хуже. И меня это беспокоит. Меня, человека, который, в принципе, вы знаете, Женя, ты знаешь, что я не последний кусок хлеба доедаю. Нет, я понимаю, но Чечир сказал такую великую фразу, я считаю, что демократия – это рай для негодяев. Это так вот сейчас? Можно задать такую вопрос? Ну, я думаю, что да. Это было до 2000 года вообще повсеместно, да? Я не хочу сказать, что сегодня этого уже нету. Сегодня есть, но когда Борис Николаевич Ельцин, за что я его очень уважаю, помните, эту ночь новогоднюю, все, я ухожу. Вот он это сделал, да? Правильно. Все, он поступил правильно. Но за короткое время вот этот рай для негодяев убрать даже такому человеку, чисто любивому, я считаю, что, как Владимир Владимирович Путин, невозможно. Потому что окружение, понимаете, есть особый сорт людей, будем так называть. Называются он чиновники. Я не знаю, я тебе дарил статью свою. Вот я не люблю, конечно, об этом говорить, но я тоже затрагиваю как поэт эту тему. И в газете «Интеллект творчества» была моя статья, которая называется «Статья о Путине. Кризисы и стабильность». Так что вот сейчас на данный момент происходит? Сейчас кризис-то или все-таки какая-то стабильность? Стабильности нет. Нет стабильности? Нет. А что же делать? Нет стабильности. Набраться терпения и совместно со всеми садиться за стол. Что меня беспокоит сегодня именно? Вы знаете, люди, которые выходят на площади, они во многом правы. Но форма, с которой они разговаривают, Навальные там всякого рода, те, кто были при Ельцине, тоже у власти, они тоже выходят. Значит, что они нам предлагают? Вы что-то новое принесли сюда? Я нет. Что они предлагают нам? Значит, мы все совместно. Сесть нужно за круглый стол вот такой, да? И сказать, ребята, вот так и так. Потому что команда, с которой пришел Путин, это его команда. У Ельцина была своя команда, да? Значит, что мы сегодня видим? Мы еще не видим того злата, которое нам нужно было в этой стране, да? И не скоро увидим. Но если мы будем выходить на площади и кричать, что мы повесим, а Навальный кричит, что есть уже люстры, на которых будут вешать, это сродни гитлеровским призывам. Правильно? Да, я согласен с тобой. Абсолютно согласен. Ну, все-таки, Вася, ну, все-таки портреты называются наша программа. И все-таки, во-первых, ты поэт, и я хотел бы, ну, хотя бы, ну, какие-то из новой книги стихи можешь ты почитать нашим дорогим телевизором? Вот хорошо. Вообще-то мы от тебя ждем стихи, пожалуйста. Потом мы как-то заикнули, что здесь остросоциальные стихи, а читать их не читаем. Пожалуйста. Значит, так, я хотел бы, ага. Вот смотрите, у меня есть 93-я страница, и посвятил я это стихотворение, Женя. Я думаю, что ты посмотрел. Да, конечно. Посмотрел все. И вот что, вот острое, кстати. Все кричат, особенно либералы, я не могу этого слова, честно говоря, расшифровать полностью и дать ему такое определение, что это такое. Я понимаю, что такое либеральное настроение, так сказать. Но вот эти либералы, о которых мы говорим, в 90-х годах после них в подъезд нельзя было зайти где-то в течение двух часов. Понимаете? Сегодня они настолько свободны все. Быков. День рождения Путина. Дмитрий Быков. Понимаете? У меня сейчас вышла одна статья, где я назвал... У них гражданин хороший, если... Помнишь? Они создали такую передачу на дожде. Гражданин хороший. Я назвал двое с похмелья, один с перепугу. Значит, Ефремов с Васильевым с похмелья, а этот с перепугу. Понятно. Да. И вот он на Путина написал такую кляузу в день рождения. Есть какая-то газета-собеседник, где у него колонка. Понимаете? Я ответил ему. Пожалуйста, пожалуйста. Ждем стихов. Был понят сразу мне твой смысл. Кого унизить ты хотел? Поэт в ком? Нет малейшей мысли, что пьедестал ты поимел. Среди поэтов настоящих, не рифмоплётов, нет тебя. Твоя поэзия смердящая, как и душа, видать, твоя. Да был бы ты рожден, как люди, да был бы, может быть, прощен. Ты бы осознал, кого не судят, но ты морально извращен. Случись твой стих, прочел бы Сталин, я бы не завидовался ему. Тебя из-под земли достали на век отправил в Колыму. Она же достойная, сын России. Лишь улыбнулся и сказал, считай, Быков некрасивый, неприлично написал. А я считаю, ты предатель. Коль доброте не внял людей, трюкать дешевый, не писатель, ты постеснялся хоть людей. Значит, почему? Это мое мнение. Это не мнение Путина. Но когда ты живешь в этой стране и видишь, насколько человек хочет, хочет исправить это положение в этой стране, ни одного сихотворения Быкова где есть, чтобы общество сцементировать. Я не прочитал. Ну, а хочешь мое мнение? Я считаю, что да, у человека есть возможность выставить на тумбах свое изображение, сделать творческие вечера, но я его поэтом не считаю. Если бы вот так вот пошел бы разговор, взять его с нашу дорогую, любимую, чудаческую шатью-братью поэтическую, я бы его не взял. Потому что он совершенно из другой оперы, из другой жизни. И он не из реалий, поэт не из реалий. Ты со мной согласен? Спасибо вам большое за поддержку. Я никого не спрашивал о нем. Недавно он сказал, вы знаете, я не поеду в Израиль жить. Что я там забыл? Он не стесняется. Он говорит, ну я туда не поеду, потому что мне там делать не что. А что я буду там делать? А Глеб Павловский, по-моему, сказал, я бы хотел здесь пожить, я хочу досмотреть, что здесь будет. Ну это хорошо. Это Шаляпин, помню, сказал такие слова, что я не хотел бы умирать, а хотел бы где-нибудь там летать над землей и смотреть, что будет происходить. Вот, Вась, вот Невский альманах, и ты на первой обложке. Вот что здесь в этом журнале? Или ты уже не помнишь? Нет, я сейчас скажу. подборка стихов? Нет, здесь там моя статья. А, статья. Там моя статья, такая, кстати, тоже остренькая, наверное, она, вот у меня и открывает эту книгу, я так думаю. А, вот эта статья, да? Да. Ну хорошо, вот суть этой статьи, о чем? Пожалуйста, вот я не буду даже все читать, и чтобы никто не думал, что я восхваляю Путина. Значит, здесь, вот эта статья будет написана в формате пожеланий каждого, к кому я здесь обращаюсь. А вдруг кто-то влечет пользу, это будет на благо нашей России. И первый, к кому я обращусь, это президент России Владимир Владимирович Путин. Уважаемый Владимир Владимирович, я ваш избиратель, человек, который вам верит. Роль личности в истории, в этом мире, никто не отменял. Но в нашей стране очень много делается неправильно, нечестно, и для многих непонятно. А хотелось бы, чтобы люди поняли, не вы, не вы в этом виноваты, вы приняли при том достойно чужие грехи. Кому сегодня это можно объяснить? Да никому не поверят и не простят. Понимаете? Вот, пожалуйста. Ну вот, Вась, вот такой вопрос. Ну вот мы с тобой, перед тем, как вошли в эту студию очаровательную, мы с тобой говорили. Я сказал такую тебе фразу. Ну политик, он или должен быть негодяем, или иначе он не может быть политиком. И потом вот, был, кстати, у меня интервью, здесь было полчаса с главредом, и был у меня здесь Алексей Германович Лушников. И когда я ему задал вопрос, ну может быть, что-то не так делают депутаты, вот наши люди, правительство делают не так. Он сказал такую фразу, что депутаты, члены правительства могут невольно попасть в ту ситуацию, когда их за что-то осудят. И они не знать будут, что делать. И вот давай подумаем о том, что тот же самый президент может попадать в такие ситуации, сколько бы мы его не корили, он не станет лучше. А судьи кто? Судьи мы. Да, понимаете, какой классический вопрос, классик, а судьи кто? Судьи мы. Но кто-то еще сказал из великих, по-моему, он сказал о конфуции, в дела другого не вникай, пока не на его ты месте. Как вот его ожидать? Тоже очень правильно. Тоже очень правильно. Ну вы, давайте вот что, оппозиция правильно где-то сказала, нужно распускать эту думу. Вы там видите, я сейчас не буду, медийные лица. Видите? И что меня больше всего возмутило, если бы я там был, значит, ни один человек из этих медийных лиц, Единая Россия, это, будем так говорить, это дитё, которое где-то пестовал наш президент, правильно? Единая Россия. Будем так. И, и, значит, почему вы никакого заявления, когда оппозиция, партия жуликов, вы что, согласны с этим? Значит, вы тогда согласны? Я не слышал ни одного заявления. Вы слышали, когда Единая Россия сказал, мы поддадим... Нет, не слышал. Вот можно еще минуточку твою книжку, я сейчас вот еще тебе задам один вот вопрос по поводу стихов. Сейчас, сейчас, найду, 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 вот так. Вот, вот, вот. Да, вот здесь ты изображен со своими друзьями, здесь. И вот интересное очень стихотворение. Называется она «Хата с краю». Вот я бы хотел все-таки ты, чтобы это стихотворение прочитал и немножко прокомментировал. Вот, пожалуйста. Да, да. Все учил нас Владимир Ильич жить в согласии лишь с диктатурой. Ну, а мы так и пьем, Магарич, называя банкеты культурой. Шляпы, галстуки, снова вокруг мужики, лишь понавешали банты. Не берите меня на испуг, бутафорчатые элеганты. Был я красным и белым бывал после литра вишневой настойки. Только я бы сейчас поплевал на тех, кто фас сказал перестройки. На патетику я не сержусь, но по хапчину не понимаю. Научила же жить нас не Русь, а та хата, что вечная с краю. Так, кого же винить нам теперь? Я и сам мне, поверьте, не знаю. Хоть сто раз жизнь в России отмер. Все равно нашей хате быть с краю. Все это относится к людям, которым все равно только на кухне. Они будут говорить, а или, если вы помните, в Советском Союзе это вообще было. Слушай, а ты знаешь, Коля, там это все, слушай, это моя хата с краю. Вот сегодня народ мыслит точно так же, хотя 21 век... Несколько вот необыкновенный тебе вопрос, вот как поэт. Вот мы, ты издаешь книги, и я тоже издаю книги, я печатаюсь. Может быть, тебе делать какие-то творческие вечера и собирать людей, чтобы тебя послушать, как поэта. Может быть, делать такие вещи. Вот я, насколько знаю, ты это не практикуешь. А почему бы не выступить иногда в той же библиотеке? Я сегодня сказал тебе, что я вообще не считаю себя писателем. Меня возмутило то, что люди, которые вот выходят на улицу, они неуважительно относятся... Меня первое возмутило до 90-е годы, когда власть бросила нас всех, да, и началась вот эта бандитская, как говорит, власть, движение. Нет, у меня там есть это стихотворение, ровно пулю стоил человек. Помнишь, это стихотворение, оно такое, значит, емкое и говорит о многом. И вдруг потом, а народ-то был, ну, что вам сказать, ну, вчера там таксистом собрал пару пацанов и кричит, я грудь разрывал, а его никто не останавливал, потому что милиция пошла тоже в рекетеры, понимаете, они уже охраняли ларьки, а власть оставила людей. Потом она очухалась и наказала тех же ребят, которых она оставила. Понимаете? Вот в чем вся беда сегодня. И я начал первое, если помнишь, так емко писать о тех ребятах. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Дело в том, что то, чем сейчас ты занимаешься, а ты как раз придаешь вот такую драматургию, таким сякам, многие сейчас просто не занимаются. Сейчас я тебе скажу, в поэзии все-таки продолжаются березки, продолжается любовь, продолжается дружба, но остросоциальное сейчас слово не звучит. Но все-таки я с твоего позволения возьму этот билет драгоценный Союза писателей России. Хочу сказать дорогим телезрителям, что вот не знаю, сколько ты, Вася, я не знаю, но я ждал 24 года этого писательского билета. Ты знаешь, сколько я ждал? Всего столько? Ну, не важно, не важно. Значит, извини, все-таки это скромность твоя, если тебе выдали билет такой, значит, ты, писатель, извини уже, дорогой, хоть у нас и нет профессии писатель, хотя бы могло об этом государство подумать и все-таки эту профессию учредить. Писателям сейчас, к сожалению, ну, не отпускается. Я благодарен за признание, вот если честно, я понимаю, что я уже в той когорте, где-то рядышком стою, в тех великих, да, мы с тобой там сегодня... Ну, там работает серьезная приемная комиссия, и там не могут просто так человека, который не считает себя писателем, сделать писатель. Но я вот придаю большее значение то, что... Вот смотри, Жень, как я поступаю. Я выпускаю... Меня, ты знаешь, печатают многие, да? Да, Молодая гвардия, ты помнишь, фильм смотрел? Да, конечно. Когда листовки клеили. Так вот я, когда выходят журналы, беру их 200, 300, и ношу людям, дарю, дарю я для... Вот для чего. Я читаю, что я пишу здравый смысл, особенно в публицистике, да? Здравый смысл. Я хочу, чтобы не было веду книги книгами, журналы журналами, понимаешь, кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Понятно. Но все-таки, я считаю, надо собирать как-то твоих друзей, своих поклонников, и все-таки делать с собой встречи. Но не только на телеэкране, а собрать любителей твоего творчества, собрать друзей и обязательно, хотя бы на юбилей, сделать несколько юбилейных встреч. Ну, не знаю. Не знаю. А я смотрю на это положительно. Ты знаешь, что я езжу, выступаю в госпиталях, выступаю. Да, да. Искорее всего, что оно есть. И, во-первых, это и я бы поучился, общаясь с аудиторией, что мне кто-то что-то подсказал бы. Не, ну, естественно. Я, да, в этом есть. А есть люди, которые доброжелательно относятся, действительно есть, которые с упоением слушают это. Ну, вот, хотел бы, чтобы ты вот на одной странице у тебя на 128-й и 129-й. Очень хорошие стихи, мне очень понравилось, и я их отражаю, кстати, в своей статье. Это статья «Успей» и «Новом поколении». Вот, пожалуйста, прочитай эти два стихотворения и прокомментируй. Жизнь коротка, тонка, как нитка, одно твержу себе. Успей, спрячь горечь, подари улыбку, встречая каждый раз друзей. Успей прожить, увидев счастье, своих и внуков, и детей, немало видел сам, не Настей, так хоть им счастье дать скорее. Болит душа, и боли этой. Не вижу что-то, я конца, любовью матери согретой, я добротой весь в отца. Их доброта ко мне не стыла. И я, пройдя сквозь жизнь свою с поклоном самым низким сына, благодарю их и люблю. Значит, ну, это первое, это память моих родителей, которых, к великому сожалению, ушли очень рано, им было 64 года. И, как бы там ни случилось, они развелись, когда мне было 19 лет, но я и... Да, это очень больно, когда происходит, честно говоря, хочется быть своим папой, со своей мамой все время. И такое впечатление, когда ты общаешься с ними, кажется, что они вечны. Это память, это память. Здесь я именно свое душевное, я выразил в этом стихотворении. И я хочу, снова же, я хочу, чтобы у меня седина уже, так же, как и у тебя, я хочу, чтобы молодежь, вот эта, которым сегодня, она такая романтическая, знаете, у них романтик, чтобы они поняли, что однажды, однажды, им тоже придется сказать, кто-то напишет, кто-то нет, и может пожалеть, что где-то мы когда-то, где-то обидели там маму, папу, ну вот такая. Да, все это так. Новым поколением. Да, пожалуйста. И обращаюсь к вам, ровесники мои, с кем, тем, кто нелегкие года когда-то прожил, живя, как нам давно, завещано по Божьей, слова с делами, соответствуя свои, мы те, кто знали цену сказанным словам, и сохраняя честь, солгать, предать не позволяли, в самих себе мы это с детства закаляли, предать похуже, даже равносильно смерти нам. Уже убавилось не считано друзей. Убереги Бог нам терять опять друг друга, пусть будет новым поколением порукой. Нам счастье, их познавшим трудность людей. Значит, я прожил очень честно жизнь, заявляю здесь, конечно, не безгрешен, но грехи... Ну кто, как говорится, когда Христу привели самую великую грешницу, он сказал, а кто из вас без греха? Бросьте камень. Да, конечно, бросьте камень. Поэтому я, ну а с моими грехами, я смотрю, вот в камеру, и так было за людям, с моими грехами, они такие земные. Ну что делать, конечно, ну что делать, нельзя, нельзя жить без греха и никуда тут от этого не деться. Вась, ну а еще вот так, вот я знаю, что, конечно, многие мечты в твоей жизни, они уже осуществились. А какая есть у тебя мечта? Все-таки, что ты мечтаешь? О чем ты мечтаешь? Чтобы у тебя было, или где-то побывать, или что-то сделать? Ну, во-первых, я уже побывал так много в многих странах, что я даже не помню, где я бывал. Значит, первое, у меня есть мечта, чтобы мне Бог дал, попрошу, я у Бога здоровья, остальное я все сделаю сам. Значит, смотри, Женя, я хочу, чтобы у меня было, дал Бог здоровья, для того, чтобы побольше сделать добрых дел. Я стою утром, те люди, которые меня окружают, они знают. Я стараюсь, хотя бы одно какое-то, маленькое, большое, там, дело сделать доброе, ну вот больное, по этому вопросу, понимаете? Те, кто меня знает, они, наверное, Ну, мы с тобой знакомы очень давно, по-моему, уже мы с тобой знакомы. 7, наверное, 7, 8, так что, да, я действительно знаю, что человек очень занятой, и действительно сделал очень много добрых дел. Вот, и давай вот прочитай стихотворение, «Только ты можешь душу согреть», вот, и тоже прокомментируя стихотворение, я тоже его вот отражаю в своей статье. Я надолго тебя покидаю, Украина, мой край дорогой, Только где бы я ни был, я знаю, для меня нет отчизны другой. Здесь делил я и горе, и счастье, Словно с мамой родимой с тобой, И когда подступали не Настя, Не искал я сторонки другой. Был с тобой до ясного дня, А потом уезжал мир смотреть, Восхищался другой землей, Зная, Только ты можешь душу согреть, Только ты, Где прошло мое детство, Можешь сниться во сне мне одна, А где же, А где еще есть на свете там место, Где я спил, Я все грустно, Я все грустно до дна. Значит, Моя вечная боль. Я, Если честно, Я когда где-то вот злюсь, Там, Начинаю со своими родными здесь, Это я говорю, Как я жалею, Что я уехал с Украины. Во-первых, Я западной Украины. Это немножко другие украинцы. Да, Я знаю, Мне приходилось сталкиваться. Вот я совсем недавно, Я могу тебе сказать, Что вот в это лето, Ну, На четыре дня я буквально уезжал на Украину, Вот ты представляешь, Едешь в поезде, И у тебя там, И тебе достаешь какие-то бумажки, Там какие-то предъявляешь, Какие-то ходят там таможенники, Смотрят. Вот я привык в свое время, Я ездил в Киев, Там у мамы были, Жила там родная сестра, И ездил спокойно, Киевская Русь, Я любил гулять по Крещатику, Любил ходить на Владимирскую горку, А сейчас вот такие вещи происходят, Белоруссия останавливает, Выворачивает там все эти документы, Вот от этого тебе не становится больно? Это должно было случиться, Союз, Вот союз, Он распался, Он распался, Знаете, Вот территориально, Он должен был сохраниться экономически, И идеология вот этого снова же, Цементирования дружбы, Должна была сохраниться, Я хочу сказать, Что это еще неплохо, Что Украина с Белоруссией так, Ведь вы знаете, Что Прибалтика по-другому, Жень, Ты знаешь, Да? Прибалтика по-другому относится К этим всем вопросам, Поэтому, Как здесь подойти, И назревает новая история Украины, Ты знаешь, Евросоюз, Да, Я сейчас прилетел оттуда, Я был там 20 дней, Украине, И опрос, Такие социологические опросы, Я делаю для того, Чтобы публицистикой занимаюсь, Нужно знать, Информацию иметь, И я вижу, Что настроение не совсем хорошее, Такое, Вот на мой взгляд, Все-таки дружить нужно нам, Дружба обязательно, Я думаю, Что экономически останется это все, Но снова же, Российские, Вот я вижу власти, Они не очень довольны, Я их тоже понимаю, Я их тоже понимаю, Выбор делает народ, Вот здесь как раз, Вот она демократия, Демос, Речность, Это народ, Все-таки народ, Я не думаю, Что народу приятно, Когда его поезде там трясут, Когда поезд стоит чуть ли не два часа, Все-таки мне это ужасно, Определились границы, Это было принято, Помнишь эту белорусскую встречу Этих президентов, Кравчук, Шушкевич, Ельцин, Когда это все было подписано, Быстренько, Даже без Горбачева, Помнишь? Помни, помни, Да, Беловежское соглашение, Да, Беловежское соглашение, Все, А что написано пером, Не вырубишь топором, Меня вообще удивляет вот эта история, Давайте возьмем мигрантов, Которые сегодня приезжают нам на работу, Мне хочется задать вопрос руководителям государств, Тех, которые сегодня уже государства, Тогда они были республики, Вы же так хотели самостоятельности, Зачем вы отпускаете своих людей? Дайте им работу у себя, Не получается, Не получается, Вот я хочу еще просто сам зачитать, Дорогим зрителям, Стихи Василия Нинчика, Потому что у нас осталось, Ну, где-то полторы минуты, И вот стихотворение душа, Кстати, я считаю, Очень такое необыкновенное стихотворение, И вот тут есть такие строки, Не делится душой, Она одна, И хорошо, Если она от Бога, Тогда твоя душа добра полна, Чего сейчас не так уж и много, И все же делать надо все с душой, Дарить, Любить, И даже улыбаться, И плохо, Если рядом кто иной Умеет лихо льстить и притворяться, В его бездушье Мрак не видим мы, И кажется, Он чист и благороден, А он на этом получает сан И забывает сразу о народе, Вот стихи Василия Денисукова, Это было сказано, И кому-то подойти, К какому-то, Который раньше шел со мной По дороге жизни, Понимаете, И к правителям, Понимаете, Здесь такие... Ну, вот буквально, Несколько секунд, Какие-то последние слова Телезрителям, Пожалуйста, Я хочу всем пожелать здоровья, И хочу, Чтобы в стране, В которой мы сегодня живем, Чтобы был мир, Чтобы люди дружили, Набраться терпения, Естественно, Очень хочу, Чтобы наш президент Думал тоже о нас, Думал о нас, Правительство, Все, И Дума, Хочу, Чтобы все было хорошо. Ну, да будет так, Итак, у нас в гостях Был сегодня Украинский, Петербургский, Русский поэт, Член Союза писателя России, Действительно, Член Академии Русской словесности И изящных искусств, Василий Иванович Денисюк, Дорогой наш Василий Иванович, Большое тебе спасибо, Дорогой Вася, И я надеюсь, Что мы с тобой Не последний раз В этой студии. До свидания, Дорогие друзья. С вами была программа Портреты, Автор и ведущий, Поэт Евгений Раевский. Здравствуйте, Дорогие друзья. С вами программа Портреты, Автор и ведущий, Поэт Евгений Раевский. И сегодня я пригласил На программу Моего большого друга, Председателя правления Новгородского Союза писателей, Известного писателя Анатолия Малаканова. Здравствуй, Дорогой Туренька, Я рад, Что ты С Новгородской земли, Прямо сюда, Вот в эту нашу Уютную студию. Это очень здорово. Ну, Тебя тут знают На общественном Телевидении, И как писатель, Ты уже здесь выступал, И вопрос к тебе В связи с чем. Вот ты Сейчас был делегатом Очередного съезда Союза писателя России. Я не знаю, Какой там номер был съезда. И вот хотелось бы знать, Какие твои впечатления После съезда? Что там происходило? Расскажи, пожалуйста, Телезрителям. Ну, 14-й съезд, Он бы как бы Очередной проходил В городе Калуга, В городской филармонии, С 21-го по 25-й. 21-го был заезд, 25-го отъезд. А так, Программно он работал. Значит, Был отчет правления. Докладчиком был Ганичев Валерий Николаевич, Где он четко Доложил О проделанной работе За иссякшие Неполных 5 лет. Потом в прениях выступали Члены правления, Они же Председатели Региональных отделений. И В своих выступлениях, Что я заметил, Часто Забывали давать Оценку Работы Правления. Что их Всегда Ведущий Направлял И просил Дать оценку. Ну, Оценка принята Удовлетворительно. Значит, Выступило 19 человек. Зарегистрировано Было На съезд Делегатами 188. Прибыло 164. Выступления Были Все Ритмичные В адрес Сохранения Старого Состава И Председателя, И правления, И учредителей. Что и Произошло. Действительно, Момент В настоящее время Такой, Что менять Что-то Председателя, Пока он Вникнет, Нет смысла. Ну да, Я знаю, Что 168 Было Претендентов, По-моему, На пост Председателя Правления Союза Писателей, Но тем не менее Оставили Варяя Николаевича Ганчева. А в связи с чем Объяснить Можно подробнее В связи с чем Все-таки Претендентов Я бы сказал Не было. Не было, да? Да. В своих выступлениях Выступало 19 Делегатов После чего Значит Подвели черту А записанных Было более 30 В том числе И мне Выступить Не пришлось Вот. Значит В связи с чем Наша Организация Общественная И сейчас Очень тяжелое Положение Со зданием На Комсомольском Проспекте В городе Москве Который Находится Под охраной И с 14-го года Его Хотят Ремонт Производить И сказали Освободить Помещение Но там Такая идет Борьба Что возможно Нам этого Помещения Назад В аренду Не дадут А просто Дадут Две комнатенки Поэтому Ганечев Валерий Николаевич Он очень Вхож И его Знают Большие Круги Поэтому Мы считаем Что это решение Совершенно верно Поэтому Единогласное Голосование Кроме Одного Против И одного Воздержавшегося Это решение Съезда Прошло Было Конечно Выступление Одно И очень Критическое В адресе Работы Правления Это Станислав Юрьевич Куняев Это Главный Редактор Журнала Наш Современный Он Выступал Очень Остро И Не свои Пять минут По регламенту Он Использовал Десять Где Как бы Можно Если так Выразиться Разложил На лопатки Не только Правлению Работу Но и Самого Валерия Николаевича Ганечева Ну Тем не менее Критика Была Выслушана И Правильно Понята И тем не менее Съезд Проголосовал За прежний Состав Ну Я Одно Хочу Сказать Просто Я Как это Понимаю Что Пришли К выводу Что Все таки Валерий Николаевич Сейчас Необходимый Председатель Правления Для Союза Писателей России Ну Еще Как ты считаешь А вот Если бы Все таки Ганечева Не избрали Ведь Наверное Пришли бы Какие-то Серые Люди Все таки К правлению Да Конечно Вопрос Муссировался Когда В марте Месси Проходил Очередной Пленум На котором Я тоже Присутствовал Там Были Кандидаты Определены Но Это Выходило Так Что Наш Союз Писателей России Подпадал Под Другое Влияние Понимаете А за Союзом Стоит Как вы знаете И недвижимость И дом Писателя В Переделкино И прочее И прочее Поэтому На данном Этапе Пути Решение Совершенно Верное Хорошо Ну а такой Вопрос Все таки Ну вот Ты часто Бываешь В Москве И все таки Ну как бы Такой вопрос Необходимо Ведь дело в том Что Союз Писателей Любой Союз Писателей Какой угодно Москвы Петербурга России Башкирии Как угодно Он имеет статус Общественной Организации У нас как таковой Нет профессии Писатель Не было ли разговора На съезде о том Что все таки Как то это Узаконить И все таки Сделать профессию Писатель Ну законной Не общественной Не было бы Нет такого разговора Не велось Потому что Мы выведены С 91 года В разряд Общественных Организаций То есть Мы живем Работы Вот И так же Выходит Тальмонах Новгородской Писательской Организации Вечи В общем-то Я так знаю То ли это ты Все достаешь Средства Это все Твое общение Стоят дела Я могу рассказать Это контрактные Сборники Вечи И все поэты Новгородской области Это символическое Такое название Значит Действительно Печатаются Мы сначала Участвуем в конкурсе Его выигрываем Как правило И после этого Мы заключаем Контракт На издание Этих сборников Если Вечи То это В большинстве Члены союза Там Проза Поэзия И мы Включаем туда Наших друзей Поэтический сборник В основном Значит Поэты В нем Прозаиков Там нет И безусловно Члены литературных Объединений На сегодня Если мы сотрудничаем С 22 Литературными Объединениями Это и города Великого Новгорода И всей Новгородской области Как бы Их направляем Следим за их творчеством И печатаем В этих сборниках А Новгород Литературный Мы запустили С января 12-го года Чисто на спонсорские Средства Потому что У нас Своих средств нет И вот на сегодня Он Мы планировали Ведь Журнал Газеты Выпускать Но газета Сами знаете Ее использование Мы поэтому Ну газета Это сегодня Она вышла Завтра Они забываются Поэтому формат Мы взяли А4 Планировали В 50 Страниц Но Отделение Союз Каких отношений Не существует Санкт-Петербургским Быстро Быстро Очень Где все Было Решено И Как говорится Сам себя Избрал Я так Считаю Ну это Многие Говорят Что он Сам себя Избрал Что все Это Незаконно Я ехал С той Целью Чтобы Все же Санкт-Петербургское Отделение Оно Одно Из первых По значимости Союза Писателей России В Москве И оно Является Как бы И учредителем И работает По доверенности По уставу Союза Писателей Но Дружбы Как таковой Контактов Почему-то У нас Не получилось И поэтому Мы на сегодня Сотрудничаем Не только Мы же С региональными Отделениями И Мордовия Тесно Сотрудничаем О чем Проходил Пленум В октябре Прошлого Года Мы Сотрудничаем С Сатарстаном Журналом Север В Санкт-Петербурге Вот Многонациональный Санкт-Петербург Также Российский Межрегиональный Союз Писателей Кстати Академия Русской словесности Изящных Искусств Многие Да Приняты По творческим Трудам Приняты В эту академию И являются ее членами Это очень и очень отрадно Но на сегодня Действительно Круг наших Связей Знакомств Очень широк Да Действительно Я считаю Это необходимо Творческим людям Только Общение Приносит Положительный Результат Потому что Если работать С самим Зацикливаться Результатов Не будет Ну Я хочу сказать Телезрителям Что встреча С новгородскими Писателями У нас Около Ста человек Приходило И знают Таких писателей Как Росляков Анна Губаревского Елена Белкина Ну и конечно Знают Уважают И любят Анатолия Малаканова Которая сегодня Мы постоянно Конечно Присутствуем Ну мы все говорим О съезде Все говорим О каких-то проблемах И событиях Которые происходят Среди писателей А как сам Чем ты сейчас занимаешься Что ты пишешь Какие у тебя сейчас дела Чем ты сейчас занимаешься Как писатель Ну я прозаик У меня на сегодня Конечно Это Как говорится Мы не профессионалы Я скажу честно Потому как У каждого У нас есть Основная Деятельность Работа Я пенсионер Правда Сейчас уже Свободный человек Но я прозаик Значит Меня интересует Чисто житейская тематика Это Трудные семьи Там Трудные дети Северная тематика Где я 25 лет Проработал Очень такая Жизненно важная Поэтому Вот эти книги Вышли Но сегодня Конечно Меня потянуло Куда-то дальше Я хочу знать Откуда мы Появились На этой планете И кто есть Кто и прочее Вот такая книга Ну по крайней мере Я уже слышу часто О том Что мы произошли Все-таки не от обезьяны Безусловно Я слышу Очень-очень часто Безусловно Обезьяна Она до сих пор Обезьяна И не в одном виде Поэтому Действительно Вот эта тематика Меня интересует Книга начата Писать Материала Много Много своих Предвидений Выводов Что очень важно И я думаю Что она В 14-м году Должна выйти Ну дай бог Чтобы эта книга вышла Ну вот Анатолий Еще такой вопрос Ну вот Все знают Что писательный народ Очень сложный Народ штучный И Насколько я знаю Что Когда еще Познакомились мы Я знал всех Председателей правления Которые были до себя И Макарова И Иванова И знал Всех конечно Я как литератор Был связан с ними В какой-то степени Макаров в частности Одно время руководил И тем союзом Которым сейчас руковожу я Вот Ну это такой тяжелый народ Как ты со всеми управляешься Объясни пожалуйста Вы правильно сказали Что не человек Говорят То характер Характер Они все штучный Такой товар Как ты все таки От тебя так все любят Как ты добился этого Понимаете Действительно Новгородская писательская Организация Она Ну их было 16 человек И она Пережила Очень многие И упадки И подъемы Что говорить На сегодня Нас 75 То есть За тот период Когда слабо работали Мои предшественники Председатели Шло Ни приема Не было Ничего Люди варились В своем котле Мы эту справедливость Восстановили У нас сегодня Практически 90% Руководителей Литературных Объединений Они являются Членами Союза Писателей России Они Плодотворно работают С каждым Контакт Я же идеолог У меня высшее Политическое образование Как по идеологической работе Это раньше было Помните Университет Марксизма Ленинизма Который многое давал Это умение сказать Умение встретить человека Выслушать И прочее Вот таким путем Я нахожу контакт Я умею Выслушать Человека Понять Что он хочет Помочь В горе В беде Ведь бывает и такое Поэтому наше объединение У нас нет Никаких расприй Никаких друг другу Каких-то притеснений Совершенно нет В контакте У нас при союзе Работает Литературное свое Объединение Имени Владимира Кулагина Также работает Как и у вас Секция поэзии Секция прозы Секция художественного перевода Работала сейчас Пока Приостановлена Из-за болезни Того же Макарова И это вот радно Ну вот хорошо Анатолий Такой вопрос Отрадно Да Ну а как ты все-таки Может быть назовешь Каких-то несколько имен У нас большая аудитория Кто именно тебе Вот сам приятен Нравится у тебя В твоей писательской организации Наверное ты знаешь Тут ту самую деятельность Ту самую литературу Которую Производят в свет Твои писатели Может быть несколько имен Людям будет приятно Безусловно Значит я скажу так Из старого Контингента Это значит Смирнов Виктор Работает от родной И за что получил В 12-м году Премию Валентина Пикуля Получили премию Зверева Наталья Романова Она на сегодня Уехала в Москву Она получила вот Последние две премии За свое творчество Она поэтесса Но перешла на прозу Как всегда вы знаете В возрасте Поэт переходит На прозу Ну не Мне бы не хотелось Я конечно Ты знаешь Владею хорошо прозой Но мне стихи писать Я наверное не перестану Но тем не менее Значит Наталья Зверева Получила две премии У нас неплохо пишет Аргунов Анатолий Это Карпов Аргунов Это псевдоним Симаков Александр Петрович Который поднял вопрос Демянского котла А вы знаете Это Новгородская область Демянский котел Он совершенно Не описан историками Вот Анатолий У нас телефонный звонок Извини Я тебя прервал Да пожалуйста Вы в эфире Мы с удовольствием На ваш звонок ответим Пожалуйста Здравствуйте У меня такой вопрос Ой Сразу представлюсь Шаповалов Сергей Анатольевич Пожалуйста Пожалуйста Я редактор журнала Алый пароль Для подростков У меня такой вопрос Вот в самом Новгороде Как существует связь Вот Поколение старых писателей Или можно сказать Опытных писателей И начинающих Каких-то молодых Если смена Идет ли она По стопам Спасибо Спасибо Мы поняли вопрос Пожалуйста Анатолий К тебе вопрос Да У нас постоянно Идут встречи В школах В библиотеках Вот именно С маленькими Такими Школьниками А то и дошкольного возраста Где наши писатели Поэты В основном Встречаются Но у нас И в журнале Есть рубрика Сказки Басни Для маленьких И взрослых И мы эту рубрику Ведем Постоянно Что очень интересно Поэтому Молодое поколение Оно не пропащее Как говорят Многие себя найдут В жизни И общаться с ними Очень и очень Интересно даже Я присутствую На каждой из этих встреч Тем более У нас много конкурсов Проводит Городской комитет Культуры и молодежной политики Постоянно участвую я В конкурсе В который работаю Как наш знание Своего города Своих героев Героев Великой Отечественной войны Это очень и очень Отрадно На этом направлении Мы работаем Очень плодотворно И знаем Что подрастающее поколение Оно должно Заменить нас Ну Я думаю Исчерпывающий ответ И хочется еще Задать вопрос Немножко совершенно Из другого ракурса Вот Балашов Дмитрий Балашов Я считаю Великий певец Из земли Новгородской И ему хотели Ставить памятник Да На Да Вот Эту тему Можно о ней рассказать Что там Что сейчас происходит По этому поводу Значит В Великом Новгороде Установлен памятник Кочетову Вы знаете Это был и в правительстве Это Новгородец И мы добились Что вторая школа Носит имя Кочетова Он член союза писателей Это Отрадно Но Дмитрий Балашов Это тоже фигура Не только для Новгорода Но и Для российского Это не только российского Это международное Это мирового уровня Поэтому мы У нас организован Совет Который Значит Решил Установить памятник При библиотеке Именно Балашова Городской И постоянно В каждом номере Журнала Новгород Литературный Да и не только Мы Значит Публикуем Обращение Читателям Простым Новгородцам Предпринимателям Чтобы Оказали Посильную Спонсорскую Благотворительную И другую помощь На установку Такого памятника На сегодня Надо 4,8 миллиона Для того Чтобы этот памятник Стоял Но Средства Поступают Очень и очень мало Кто-то 100-200 рублей А Именно Руководители Города Губернатор И прочее Помощь оказать Ну я думаю Что по этому поводу Вообще-то Надо бы сделать Специальную передачу По творчеству Дмитрия Балашова Наверное здесь Я думаю Что никто не будет против Объявить в эфире Что действительно Для, я считаю Великого писателя Который написал Серию Государя Московская Да Его надо увековечить Его персону И памятник Надо обязательно На городской земле Конечно он будет Со временем Установлен Безусловно Я думаю Что будет Ну вот Мне очень понравилось Последний раз Когда выступали У нас На секции поэзии Ваши писатели Мне очень понравилось Как поют у вас Это Володя Зимин И Аза Михайловна Яковлева поют Вот как люди вообще Они живут Вроде бы ДК Пролетарский Такие профессиональные люди Они где-то учились Вот можно рассказать о них Я знаю что поют У вас многие поют Поющие у вас Есть писатели Поющие поэты Можно как-то о них Рассказывают Значит когда я Заступил на свою Должность То я заметил Что у многих Поэтов Поэзия Именно песенная А вы знаете Есть отличие Большое песенная Поэзия И современная Поэзия Что-то до конца Передачи Все со мной Переходишь на вы На вы Да ладно Я по прежнему Остаюсь с моим другом Значит у нас Большая связь с композиторами Которые живут Не только в Новгородской Ну назови пожалуйста Фамилии Людям будет приятно Значит Андрианов Ну это вообще Потрясающе Великий Великий кстати Он нашлен союза Великий кстати Также в Боровичах Композитор И исполнитель Прекрасный И Иванов Санкт-Петербургский Но приезжает В Новгородскую область К себе на дачу Постоянно Они пишут Именно ложат музыку На поэзию Они отлично поются Эти песни Вот Просто на концертах Мы же много проводим Поэтических Музыкальных Таких вечеров Творческих Фестивалей Где исполняются Эти песни Пролетарий Поселок Пролетарий Новгородской области Там Зимин Владимир Павлович Который сочиняет Не только Значит Поэзия Пишется Но и сочиняет Музыку На нее Они исполняют Саза Михайловна Яковлевой И поэтому Они нашли Друг друга В этом Понимании И очень Отлично Получается Песня И таких Очень много Я хочу в эфире Поздравить Азу Михайловну Яковлевну Стала Действительным Членом У нас Академия Русской Словесности Изящных Искусств Имени Гавриила Романовича Державина А Зимину Владимиру Присвоено Было Профессорское Звание Это Большая редкость В нашей Академии Вот совсем Недавно Он еще Как историк Вот у нас Есть мосты Построены Не только В Новгородской Области Рейхель Вот он Поднимает Эту тему Всю историю Как Когда И прочее Очень Интересная Тема Ну возможно Я прочитал С удовольствием Его труды И конечно Может быть С чем-то Я и не согласен Потому что Я в свое время Занимался Российским Периодом Жизни Шлимана И что-то там В общем-то Знаю Может быть Немножко Побольше Но человек Высказывает Своё мнение Но тем не менее Он справочную литературу Приводит На которую он опирался И если действительно У него есть Ну Анатолий А вот еще такой вопрос Весьма такой Который я хотел тебе задать Конечно не в эфире А вообще Вот ты все время Вращаешься среди поэтов Слушаешь их стихи Слушаешь музыку Которая написана На их стихи А тебе никогда Не хотелось самому Писать стихи Ну ты ж в натуре Вот я чувствую Ты ж поэт Ты понимаешь По молодости Мы все Начинали С любовной лирики Поэтому поэзия Конечно Была и у меня И она где-то В запасниках Она есть Но я ее Честно сказать Никогда оттуда Не вынимаю Ну может быть Все-таки надо Вытащить И как-то Несколько стихов Твоих Давай Как-то Как говорится Плохое это слово У меня эпиграфу Своей книги Одно стихотворение Как Вот книга Как мне хочется В детство вернуться Есть эпиграф Один Тисто детский Такой Именно деревенская тематика Вот она это стихотворение Как бы Приведено Остальные нет Там у меня есть И патриотическая Такая Поэзия Нет Я не хочу ее вынимать Ну хорошо Ну значит Я так понял Новгород литературный Будет выходить Сборник стихов Все поэты Новгородской области Уже выходит В декабре У нас выходит Когда у нас выходит Вече В декабре У нас так попало Что в этом году Исполняется В январе 14 Пять лет Моей деятельности По уставу Я избираюсь на пять Но чтобы два раза Не собираться Коллективу Значит Мы проводим 21 В субботу Декабря Отчетно Отчетно Перевыборное Собрание Ну и можно К тебе уж вопрос Я не знаю Я забегаю вперед Но ты как вообще На новый срок Будешь избираться Мы тебя очень любим Хотели бы Чтобы ты у нас был избран Вы это привыкли Дружить Я обращаюсь Не только к тебе Евгений Но и ко всем Своим соотечественникам Вы знаете Являясь общественной Организацией Работать Очень и очень Тяжело Если Работать С полной Ответственностью Понимаете Можно просто Занимать кресло И ничего не делать У меня такого нет Поэтому я за эти Пять лет Конечно Устал Ну Годы еще Позволяют И я думаю Что претендентов Нет Но я хотел бы Конечно Ты знаешь Сколько я ездил Тебе в Новгород Претендентов нет Так вот Плохо что нет Надо учить Но Так а что Их нет в Москве Их нет в Петербурге Поэтому Была бы Была бы Эта должность Оплачиваемая Сюда бы мог Прийти человек Который мог бы Кормить свою семью И прочее Но работать На общественных Началах Серьезно И не получать Ничего Конечно Мы не найдем Такого человека Ну конечно Если пенсионер Но как правило Понимаете Ведь работать На этой должности Надо знать Я же и бухгалтер Главный Я же всю веду Бухгалтерскую деятельность По Мы же зарегистрированы Организация Поэтому Это здесь Много-много вопросов Надо разбираться И в бухгалтерии И все встречи Всякие заседания Коллеги То есть Я же участвую И в городском масштабе В мероприятиях В конкурсах Свои мероприятия Это очень-очень тяжело Но пока мы Как говорится Справляемся И я думаю Что вот на собрании Если не найдется Хорошего Достойного человека То безусловно Я не могу Оставить товарища Ну я как человек Который состоит На учете Как член Союза Писателей России В твоей организации Буду стоять За то Что был ты Итак Наша программа Неумолимо подошла К концу Дорогие друзья Сегодня у нас был В гостях Действительный член Академии Русскословесности Изящных Искусственных Державина Профессор Этой Академии Член Союза Писателей России Председатель Правления Союза Писателей Великого Новгорода Писатель Анатолий Малаканов Я благодарю тебя Дорогой Анатолий Что сегодня ты посетил Нашу уютную студию Телеканала Вот И до новых встреч Я надеюсь Что ты Не последний раз У нас в эфире Передачу вел Евгений Раевский До новых встреч Дорогие друзья До свидания В субботу Мы обязательно встретимся До свидания Спасибо Продолжение следует...